mA равно результирующей всех сил, а представим как изменение скорости за маленький интервал времени и подставив во второй секунд дьютона это ускорение, получим f умножить на дельта t. Если считать, что масса у нас постоянна, то можно это выражение записать таким образом. И оно будет у нас теперь трактоваться таким образом. Изменение импульса будет равно импульсу силы или импульсу результирующей. А импульсом результирующей называется произведение силы на интервал времени, в течение которого Спасибо.